Чё пацаны, Rage 2? Ну и другие новости. Да, извините за протухший мем. Bethesda, как и было обещано, опубликовала геймплейный ролик нового проекта It Software и Avalanche Studios. Прежде чем отправитесь по ссылке смотреть, вот вам официальное описание под редактурой Андрея Маковеева. Rage 2 перенесет нас в 2185 год. После глобальной катастрофы на руинах человечества не возникло ничего хорошего. Сплошь безумие, беззаконие и властолюбивое правительство. Нашему протагонисту Уокеру не повезло вдвойне. Последний рейнджер пустошей оказался без крыши над головой и на грани смерти. Герой отправится истреблять плохих парней и исследовать открытый мир, собирая инструменты и технологии, необходимые для победы над гадами. А теперь неофициальное описание лично от меня. Игра, судя по трейлеру, умудряется походить вообще на всё сразу. И на Mad Max, и на Bulletstorm, и на Borderlands, и даже немного на Rage. Чего в ней для вас показалось побольше, пишите в комментариях. Говорят, что когда Konami вдрызг напивается, то начинает названивать Кодзиме. Но да не будем лезть в их личную жизнь, поговорим лучше о свежем анонсе японского издателя. 6 сентября на PC, PlayStation 4 и PlayStation VR выйдет ремастер Zone The Enders The Second Runner Mars. Игры, которую когда-то продюсировал Хидео Кодзима. Переиздание может похвастаться улучшенной графикой, звуком, который переделали под современные платформы, более удобным управлением, очень простым уровнем сложности для тех, кто хочет сосредоточиться на повествовании, разнообразными тренировочными модулями и миникартой. Предзаказы уже принимаются. Ценовая категория 30 долларов США. Дальше у нас целая кипа индустриальных новостей, связанных со всякими поглощениями, расширениями и прочими пертурбациями. Студии прям как сговорились. В Великобритании появилась пара новых отделений. Во-первых, под знаком Хэнга Фёртин, компании, ответственной за третью мафию. Новая студия намерена заняться производством консольных ААА-продуктов. Посигнуть на британскую землю решилась и People Can Fly. Причем поляки еще и у себя на родине расширились, создав в Варшаве несколько десятков дополнительных рабочих мест. Ради чего? Ну, пока известно только то, что People Can Fly готовит проект по новой интеллектуальной собственности. ААА-шутер, созданный совместно со Square Enix. Пока некоторые жиру бесятся, другие идут на дно. Босс Ки Продакшнс, детища Клиффа Ближински, повинная в появление Low Breakers и Radical Heights, все того. Клифф заявил, что ему надо отдохнуть, подумать, побыть с семьей и все в том же духе. При этом он не теряет надежды, что в будущем снова возьмется за разработку чего-нибудь этакого. Ну, желаем удачи. Тем временем, средней руки издатель Big Ben Interactive, выпустивший в свое время Flatout 4 Total Insanity и Outcast Second Contact, например, выкупил все 100% акций средней руки разработчика Cyanide. Эта студия должна быть известна вам по таким играм, как Off-Works and Man, Sticks, Blood Bowl и грядущая Call of Tuchu. Новые хозяева говорят, что этот тактический маневр направлен на последующее их укрепление в сегменте AA-проектов. Ну, в общем, именно таких, в которых Cyanide и была сильна. Причем, судя по всему, Big Ben Interactive не планирует наблюдать за деятельностью новых соратников со стороны. Издательство будет активно вмешиваться в производственный процесс и навязывать свои идеи. Плавно возвращает нас в более приближенную непосредственно к играм колею соучредитель студии Red Barrels Филипп Морин, который недавно пообщался с порталом GamesIndustry.biz. В интервью было много всякого про успехи, идеологии Outlast, заработанные и потраченные миллионы и прочее не менее приятное. Но самым интересным кажется высказывание касательно следующей игры канадцев. Разработчики долго думали, как бы и фанатам их хорроров угодить, и какой-нибудь новый геймдизайнерский подход попробовать. Результатом Doom стало принятие решения о создании игры, которая по геймплею будет сильно отличаться от Outlast. Однако сюжет в ней будет разворачиваться в той же вселенной. Такие дела. Пока никаких других подробностей. Как, впрочем, и вестей в сегодняшнем инфакте. Однако знайте, что на сайте stopgame.ru их всегда гораздо больше. А еще там можно найти наши свежие материалы. На сей раз такими нарекаются трудности перевода God of War и обзор Pillars of Eternity 2 Deadfire. Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok